С релиза Resident Evil Village прошло всего ничего, но многие уже успели познакомиться с игрой и задаться закономерным вопросом. Что же ждет нас в девятой части игры и, главное, когда? Что ж, мы собрали всю известную информацию в этом ролике. Итак, когда ждать Resident Evil 9? Не раньше 2024-2025 года. Об этом свидетельствуют утечки серверов Capcom. В документах значился план выхода игры, куда входит ремейк четвертой части и Outrage, которая должна выйти в конце 2021-начале 2022 года и является продолжателем серии Revelations. Ну и также там была уже знакомая нам всем Reverse, чьи релизы сдвинули на лето этого года. План был расписан до 2025 года и девятой части в нем не значилось. Ну, или так могло показаться. Об этом же сообщал инсайдер Dusk Golem, впрочем, в его формулировке это звучало как «не ждите раньше 2024 года», так что вполне может быть, что в этом плане игра просто не упомянута. Также он отметил, что про сюжет ничего конкретного сказать не может, мол, зная Capcom, они вполне могут перезапустить разработку и все поменять. Впрочем, по его же словам, разработка девятой части ведется с 2019-го, так что, учитывая, что она станет завершением трилогии об Итане, наверняка кое-какие сценарные столпы у истории явно есть. Ну и свежая, с пылу с жаром. Умельцам удалось разглядеть номерной знак на машине из эпилога, который можно расшифровать как ReNext, ну или 9 2023 Apocalypse. Некоторые предполагают, что Apocalypse является кодовым названием девятой части, судя по огромному бюджету и слитых документов. Так что, как знать, возможно Capcom порадует нас продолжением немного раньше. Что, впрочем, ставится под сомнение из-за пандемии. Ну и, собственно, давайте поговорим о том, что нас ждет. Какой-либо подтвержденной информации, как я уже сказала, у нас нет, а спекулировать и надумывать дело неблагодарное, поэтому мы обратимся к фактам, которые мы имеем на момент окончания Village. Во-первых, поговорим о Розе. Нам не иллюзорно намекают на ее важность в сцене после титров. Прежде всего, она, как и ее отец, является биооружием и находится под надзором. Непонятно, правда, какой организации, вплоть до того, что за ней постоянно наблюдает снайпер, готовый в любой момент выстрелить. Это не может не вызывать вопросы. Если Роза живет обычной жизнью, то за ней следят круглыми сутками? Или жена находится в постоянной изоляции из-за потенциальной опасности и ее поездки на могилу отца чуть ли не единственные вылазки, которые ей позволено совершать? В любом случае, понятно, что если за ней установлен столь строгий контроль, организация явно имеет на нее планы. И, наверное, ей повезет, если они будут сродни планам правительства на Леона, и она станет агентом, а не подопытным кроликом. Обнадеживает только то, что Роза упоминает Криса, правда, без фамилии, но все-таки, учитывая, что именно ему Итан передал дочь, будем считать, что речь идет о Редфилде. А значит, он в курсе ее судьбы. Или, по крайней мере, считает, что в курсе. Перед тем, как развить эту тему, отметим важную деталь. В сцене после титров создается видимость того, что с событий в деревне прошло не менее десятка лет. Однако вполне может быть, что Роза, как и Эвелина, именем которой ее шутя называет агент, вполне может расти быстрее обычных людей. На это, возможно, также намекает выписка, найденная на втором этаже дома Итана. Там указаны рост и вес ребенка, которые явно избыточны для новорожденной. Для справки, в норме рост составляет 45-55 сантиметров, а вес от 2,5 до 4,5 килограмм. Возраст, впрочем, не указан, так что теоретически ребенка могли обследовать и спустя какое-то время, хотя вряд ли организация по борьбе с биотерроризмом стала бы ждать, учитывая потенциальную опасность. Ну и отойдем, молясь от бритвы Акама, и заметим, что машина в эпилоге была той же модели, на которой ездил Крис в деревне, что, если прошло более десяти лет, то несколько странно. И здесь мы полноценно переходим ко второму ключевому персонажу игры, Крису Редфилду. Мы точно знаем, что он жив, раз Роза упоминает его в настоящем времени, и из ее фраз можем сделать вывод, что они, как минимум, время от времени встречаются. Также из Вилладж мы узнали, что Крис является командиром отряда охотничьих псов, по-видимому, покинув ряды BSAA, либо же действуя за спиной организации. По крайней мере, о его негативном отношении к организации по борьбе с биотерроризмом свидетельствует реакция на появление их техники в деревне. Стоит отметить, что на его пистолете присутствует гравировка псов, что говорит о том, что отряд собран далеко не первый день, а также заслуживает упоминания надписям Умбрелла Корпорейшн на его медицинском инъекторе, что значит, их сотрудничество после событий седьмой части игры продолжилось, с участием BSAA или же без. Все это подводит нас к возможному конфликту в Resident Evil 9. Учитывая, что из расследования Зои Бейкер, оно доступно в меню игры, мы узнаем, что BSAA упорно замалчивала инцидент в Доме Бейкеров и свое отношение к нему, а также то, что в конце Village нам показывают использование организации биоорганического оружия, как пушечного мяса. Все это можно считать явным заделом на будущее. Вполне может быть, что наших героев ждет конфронтация с организацией, тем более, что Крис является одним из ее основателей и туда и отправился. И BSAA, если и не станет главным антагонистом девятой части игры, то наверняка будет как-то замешана в происходящем и, возможно, будет вставлять нам палки в колеса. Ну, а на этом все. В копилку предположений можно добавить появление Итана в том или ином виде. Об этом я рассказывала в предыдущем нашем видео, ссылка на него появится где-нибудь сбоку. А уходить в совсем уж голословные спекуляции с таким небольшим количеством информации смысла нет, чтобы не создавать ложные ожидания. А что думаете вы? Как отнеслись к тому, что BSAA, организация по борьбе с биооружием пользуется им же? Какую роль в девятой части сыграет Роза и переживет ли ее Крис? Потому что были слухи, что девятая часть станет последней номерной, что не может не настораживать. Обязательно напишите нам об этом. И, конечно, чтобы не пропустить самые свежие новости, не забудьте поставить видео лайк и подписаться на нас. Не расстраивайте монтажера. В конце концов, печаль в ее душе могут заполнить только лайк, подписка и леди Димитреску. Ну, а с ней сами понимаете. И заглядывайте к нам на стримы. Мы рады всем.